В округе идет активная борьба и против пьяных за рулем. Только за прошедшую неделю на дорогах Югры задержали 126 нетрезвых водителей. Причем 20 из них повторно вели машину под шофе. Дорожные полиции помогают общественники. Сейчас проходит акция «Сообщи о пьяном водителе». Своим единомышленникам в придорожных кафе на заправках и стоянках они вручают тематические памятки, рекламные стикеры и просят незамедлительно сообщать в госавтоинспекцию о фактах нетрезвого вождения. Подробности далее. Дайте, пожалуйста, секрету. Будьте добры. Вместо признания своей вины они жаждут продолжения банкета. Этот автомобиль, полный, как потом показала экспертиза нетрезвых людей, остановили в Лангипасе. О машине, которая странно ведет себя на дороге, сообщили общественники. Полицейские отреагировали мгновенно. Давай, давай, покинь. Да, она не понимает, но все по-хорошему. Так. Я сейчас выйду, только рот закрою, ладно? Этот человек находился за рулем. Сейчас он уверяет, что в отличие от своих спутниц, трезв, а запах алкоголя – остаточное явление. Однако показания на специальном приборе говорят об обратном. Такое, к сожалению, происходит нередко. Между тем, инспекторы ГИБДД считают, что в обществе необходимо воспитывать нетерпимость к пьяному вождению. Сейчас волонтерские акции проходят по всему округу. Сотрудники ДНД совместно с ГИБДД на одной из сетей автозаправочной станции распространяли листовки требований к законодательству в области управления транспортными средствами, а также административной ответственности за пьяную езду. И разъясняли возможность передачи информации о том, что водитель ездит в состоянии опьянения. Все, поддержавшие акцию, в подарок получают наклейки «Трезвый водитель за рулем». А их фото с баннером может появиться в соцсетях. Проект набирает обороты. Ежедневно в дорожную полицию поступает 5-7 сообщений о странных водителях на дороге.